привет 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 у меня тут мимо машина проехала надеюсь не сильно громко меня слышно хорошо видно да нормально тебя слышно отлично смотри значит давай сначала представимся да да и чтобы ты рассказал для моей аудитории да кто ты я себе давай для твоих сразу расскажу я 13 лет занимаюсь текстами у меня журналистское образование работала журналистом поначалу первые два года на телевидении потом ушла в госструктуру именно там как это неудивительно познакомилась социальными сетями 2010 году с 2010 года вот в структуре такой департамента по спорту и молодежной политики теменской области мы занимались освещением крупных событий которые у нас проходили в регионе международные турниры самые разные молодежные форумы вот и тогда это из 2010 года занимаясь социальными сетями плюс об этом же рассказывала для студентов журналистов в течение шести лет обучала их основам смм именно вот а ну получается я в основном занималась текстами всегда продвижение тоже у меня было в моем функционале но в основном это конечно тексты и потом наша команда стала диджитал агентством мы стали уже больше коммерческие проекты продвигать вот и четыре года работы уже удаленно после рождения двойняшек ушла во фриланс стала заниматься тем же самым только уже удаленно писать тексты редактировать тексты и так далее супер меня зовут макс занимаюсь 8 лет маркетингом специалисты диджитал и в стратегическом маркетинге самые громкие кейсы в основном связаны с ивентами либо продвижением спикеров это тони роббинса яс шабудина фрадислав гандапас и так далее их приглашал да а приглашал их в россию да там тони роббинса два года ну если про тони роббинс говорите два года занимался продвижением его семинаров за рубежом на русскоязычной аудитории также олимпийский 1 сентября а вот это здорово да интересно то есть именно через социальные сети до их продвигал ну комплексный маркетинг тони сети и смм и контекст youtube и воронки и все да вот это интересно здорово да спасибо так ну что кто смотрите значит сегодня у нас тема копирайтинг то есть про то как создавать эффективный копирайт контент-маркетинг и как и на этом зарабатывать сегодня я буду выступать в роли интервьюера да то есть у нас сегодня приглашенный эксперт мария соответственно я буду задавать вопросы и мария будет давать максимальную пользу для вас теме копирайтинга потому что она является да ну и вопросы тоже можно задавать всем кто присутствует буду параллельно тоже отвечать хорошо давай начнем самого наверное полезного и самого нужного для людей можно ли на копирайтинге зарабатывать ну конечно я этим занимаюсь уже получается четыре года именно как фрилансер но до этого работала в агентстве в агентстве тоже мне платили именно за копирайтинг ну вот то есть можно для тех кому интересно офисная работа кому хочется каждый день выходить в свет так скажем да наряжаться краситься и так далее можно работать в офисе а можно удаленно то есть совмещать это например с путешествиями как я сейчас это делаю вот нахожусь например в красной поляне это горки город он видите там горы красивые вот можно с детьми это совмещать но опять же да когда дети растут все-таки становится сложнее приходится делегировать часть работы но вот я делегирую например детей сейчас бабушки как вариант вот ну то есть да это все реально и ну и у меня школа онлайн коммуникации китап три года уже тоже доказывает что это возможно даже с освоить но мне кажется это проще например чем тот же smm освоить да чем графический дизайн чем какие-то технические может быть вещи вроде таргетированной рекламы потому что так или иначе все мы умеем писать нужно только научиться именно формате писать до формате например социальных сетей формате скажем пресс-релиза потому что многим тоже нужна такая работа формате например seo текстов и так далее сколько можно да спасибо сколько можно среднем зарабатывать человеку если он нулёвый вот он решил скажем удаленно начать заниматься копирайтингом контент маркетингом там помогать кому-то вести инстаграм сколько в среднем зарабатывать но вот новички как правило они если берут один аккаунт в работу то есть например инстаграм то они за контент ежедневные для инстаграма зарабатывают от пяти семи тысяч рублей вот примерно вот так то есть если взять несколько проектов работы уже можно больше до зарабатывать если у одного клиента например кроме инстаграма есть скажем телеграм-канал есть сайт блог который нужно вести может быть еще какие-то тексты нужно писать тогда больше можно зарабатывать на одном клиенте вот но и так далее то есть тут можно считать просто до сколько можно заработать если увеличить например объем работы. Ну и со временем, конечно, сам ценник, он тоже растет, когда навыки новые появляются. То есть можно и в одном проекте даже вырасти, допустим, еще освоив таргет и приводя трафик, например. Я знаю, что у тебя есть своя школа копирайтинга, да? Онлайн-коммуникации, да, да, да. Что ты посоветуешь людям, которые хотят в этом развиваться, какие первые шаги нужно сделать до того, как к тебе прийти, либо сразу к тебе нужно прийти? Как ты считаешь? Ну, можно, конечно, не сразу приходить, потому что у меня все курсы адаптированы под новичков максимально, то есть там все схемы есть, да, того, что нужно делать с нуля, вот. Но можно самостоятельно, например, зарегистрироваться на таких ресурсах, как биржи фриланса. Можно их вбить даже в поисковике, да, биржи фриланса, вылезет огромное количество сайтов, Workzilla, FL.ru, Freelance.ru. Это не те сайты, где можно зарабатывать деньги, сразу скажу, да, потому что некоторые туда идут, говорят, ой, там платят 100 рублей максимум за тысячу знаков текста, конечно, да. Но там хорошо просто для самых-самых новичков понять вообще, что нужно заказчикам, да, какие бывают заказы, какая бывает терминология, то есть погуглить самостоятельно, да, можно что-то. И сформировать свое первое портфолио и резюме, продающее ваши услуги. Вот, то есть можно так. Какую литературу ты посоветуешь именно в теме копирайтинга, контент-маркетинга? Я рекомендую развивать именно русский язык в первую очередь. Для этого хорошо почитать, например, такого автора, как Нора Галь, слово «Живое и мертвое». Это переводчик маленького принца на русский язык, то есть такой советский автор, на самом деле, но который очень здорово пишет о том, как избавиться от канцелярских слов, от тяжеловесных вот этих вот конструкций, которые часто просачиваются в живую речь человека, который пишет тексты. Вот, это очень актуально именно для тех, кто пишет для социальных сетей. Так что вот с этого рекомендую начать. Ну, потом можно углубляться в маркетинг, конечно, то есть читать книжки, например, все, которые есть в издательстве «Миф». Там все хорошие книги, там чего попало не публикуют. То есть все, что видите по маркетингу, просто читайте постепенно, не нужно все сразу, да, пытаться освоить. То, что интересно сейчас, то и нужно читать. Окей, хорошо. Какие ты ошибки видишь чаще всего при введении инстаграма, при описании в профиле, там, в постах, там, у блогеров, да, там, какие ошибки, и как с этим работать? Самое главное, непонятно, почему именно вот к этим людям нужно обращаться за услугами. То есть нет конкурентных преимуществ. Непонятно, чем конкретно вот этот бренд отличается от всех подобных же брендов, которые, допустим, что-то производят или какие-то услуги оказывают подобные, да. То есть нужно отстраиваться от конкурентов. Это первоочередное. Потом нужно обязательно прорабатывать портрет целевой аудитории, понимать опять же, для кого мы пишем каждый свой текст, потому что даже в рамках одного аккаунта непонятно, то ли мы, например, продаем платье для мамочек, то ли мы продаем платье для девушек, которые вообще ничем не связаны, никакими узами, да, ни детьми, ни браком и так далее. То есть непонятно, как мы выстраиваем коммуникацию в таких аккаунтах, которые для всех. Вот, то есть нужно определить, ну, просто основы маркетинга, да, целевую аудиторию и отстройку от конкурентов. Это в первую очередь. Что такое контент-планы и как его составлять? Если, кстати говоря, есть среди вас те, кто составляет контент-планы, махните рукой, мы вас похвалим, потому что если у нас нет плана, то непонятно, как выстраивать стратегию и продвижения, и стратегию общения со своей аудиторией. Вот, да, молодец. Я вижу Таню, это моя ученица. Таня делает контент-план, молодец. Почему это стоит делать? Потому что, допустим, мы идем, я сейчас по каким-то дебрям тут брожу, неизвестно мне, потому что если мы, допустим, собираемся пойти к какому-нибудь блогеру на рекламу, как правило, блогер за месяц тоже в свой контент-план вписывает вашу рекламу. То есть мы должны понимать, кто от этого блогера к нам в блог придет, какая аудитория, да, то есть нужно последние публикации и те публикации, которые будут после выхода этой рекламы, планировать так, чтобы это было интересно новой аудитории. Это только на примере одного блогера, да, то есть тут все взаимосвязано и продвижение, и контент. Окей, спасибо. Какие ты посоветуешь там первые шаги в том, чтобы людям начать вести свой блог, да, потому что, вот, скажем, у меня тоже есть курс по маркетингу, и многие боятся просто начать, формулировать свои мысли, делиться там в постах чем-то, да, то есть писать. По сути, у людей какой-то блог стоит, да, то есть они думают, что им, людям будет неинтересно их читать, да, людям. Ну да, нужно понять, какую мы ценность несем, да, чем мы действительно можем с людьми поделиться, какие у нас есть сильные стороны, потому что у каждого из нас действительно свой есть опыт уникальный, да, который мы можем поделиться и бесплатно в своих публикациях, в своих эфирах, в своих сторис и так далее. То есть мы можем таким образом, опять же, да, свое конкурентное преимущество сформулировать для самих себя, и потом это тоже транслировать своей аудитории, в том числе бесплатно в своих постах и в своих эфирах. Вот, так что вы не будете, самое главное, просто начните и все, и делайте. Окей, а какие, может быть, у тебя вопросы тоже есть там ко мне, там, чтобы мы пообщались тоже? Да, да, мне вот тоже интересно, в чем конкретно твоя работа заключается, да, именно маркетологом, потому что у меня есть выпускники, которые думают становиться именно маркетологами. Расскажи, какие тут есть плюсы, минусы, и что интересно, что тебя зажигает в этой работе? Ну, вообще, я пришел в маркетинг, потому что я творческая личность, то есть вот ты сейчас находишься в Сочи, у меня как раз там, мы снимали там клип, то есть на мою песню, я могу тебе потом скинуть, посмотришь. Ой, это интересно, да. Да, называется песня «Маяки», да, то есть вот, я на этот клип потратил 400 тысяч рублей, мы снимали его неделю, то есть мы ездили по всему Сочи, вот, и я творческая личность, то есть мне нравится заниматься там творчеством, писать песни, писать книги, я сейчас книгу пишу, там, не знаю, путешествовать, вот, соответственно, чтобы у меня были деньги на творчество, мне нужна была какая-то работа, которая не привязана к офису. При этом, эта работа меня не напрягала, в том плане, что я не люблю, когда там, на доме кто-то стоит, мне что-то указывает, да, плюс... Ну, я думаю, многие меня поймут, плюс мне важно было реализовать свой творческий потенциал, и маркетинг – это идеальное место, где я могу реализовать свой творческий потенциал, плюс у меня это начало получаться хорошо, потому что у меня, не знаю, там, как у других маркетологов, у меня есть чуйка на то, что может сработать, что может не сработать в конкретном каком-то проекте. Я это называю, ну, вообще, это в маркетинге называется big idea, то есть большая идея, это какая-то стратегия, которую ты передаешь компании, либо сам потом ее реализовываешь, либо под своим началом это реализовываешь. Поэтому я выбрал для себя путь работы со многими проектами в лице такого, как либо специалиста стороннего, либо инхаус, либо такого чувака, который может придумать стратегию, придумать какую-то идею, реализовать ее и помочь проекту вырасти. Вот, соответственно, отвечая на этот вопрос, стоит ли заниматься маркетингом, конечно, это целый мир, там вообще, там очень много всего, там и технического много, там и творческого много, то есть так, зашли. А расскажи, вот в чем конкретно заключается работа маркетолога, то есть какие показатели эффективности у вас есть, да, к чему вы стремитесь? Ну, смотри, если говорить про интернет-маркетинг, там есть несколько ответвлений, одним из ответвлений является как раз контент-маркетинг, смс, то есть введение с нами криптизу. Вот, помимо этого, там еще есть тарфетированная реклама, контекстная реклама, брендинг, там, не знаю, имейл-маркетинг, автоворонки, там, видео-маркетинг, там, куча-куча всего, да. Соответственно, в каждой из этих областей есть определенный KPI. Скажем, если мы говорим про, взято, прямую рекламу, с перформанс-маркетингом, там, таргетинг, да, там, в сети, средняя стоимость заявки, количество заявок, качество заявок, количество переходов на сайт, не знаю, какие-то определенные этапы воронки, которые простраиваются. Если говорить, скажем, про видео-маркетинг, это время вовлечения, то есть коэффициент вовлечения пользователя, среднее время просмотра видео, да, не знаю, количество просмотров, которые набирают видео, количество вовлеченности. Если говорить про контент-маркетинг, да, то есть это, опять же, там, ER, engagement rate, то есть контент вовлеченности, количество комментариев, лайков, там, репостов, шеров, сохранения, да, вот, везде есть, по сути, какая-то математика, то есть все это можно просчитать. Да, да, да. А у тебя большая команда, кто этим занимается? Ну, у меня в офисе 5 человек, а удаленно 20 человек. То есть я в офисе держу самых важных людей, ну, получается, такие, как-то, топики, да, как бы, топ-менеджеры, лайн-менеджеры, да, а остальных я пишу по проекту. То есть скажем, там нет такой проект, я по проекту собираю отдельную команду. Спрячу, сейчас вертолет летит мимо, чтобы было слышно хорошо. Да, это интересно тоже. А вот насколько реально новичку начать работу именно маркетологом? То есть должен же, наверное, быть какой-то бэкграунд, да, для этого? смотри, как бы, тут есть два пути. Первый путь, если ты качаешь себя как эксперта, да, то есть ты, как бы, становишься крутым специалистом. Второй путь, если ты чувствуешь, что тебе это самому сложно делать, ты, как бы, начинаешь качать менеджерские качества, качество предпринимателя и, соответственно, качаешь именно команду, то есть открываешь дело в свой бизнес, да. То есть человек, который, скажем, хочет зарабатывать на маркетинге 500 тысяч, миллион рублей, ему не обязательно разбираться глубоко в маркетинге. Ему достаточно понимать какие-то основы, дальше уже подбирать специалистов, формировать команду и делать бизнес. Как бы, если вы хотите стать крутым специалистом, да, то это другой путь, соответственно, вам нужно, разбираться, но здесь нужно не шиваться, то есть нужно четко определить для себя, что у вас хорошо получается и где вы хотите себя совершенствовать. Скажем, опять же, стать одним из самых крутых специалистов по контекстной рекламе, либо по копирайтингу, либо по продвижению блогов в Инстаграме. Чем лучше, тем лучше, потому что очень много специалистов и дифференцироваться сейчас очень сложно. Да, а как отстроиться новичку-специалисту от всех остальных? Ну, у меня, у тебя, ты тоже об этом пишешь, у меня просто есть на YouTube-канале видео, называется Инстапрожарка, да, я там как раз вот, та же самая методика, то есть за первые 15 секунд человек должен понять, стоит ли ему на тебя подписываться, либо нет. Я это называю бренд-эссенцией, эссенция бренда, да, то есть получается ответить на три вопроса, куда я попал, что мне предлагают и зачем мне это надо. Вот, ответственно, прежде чем формировать себя как специалиста, качать свой личный бренд, нужно определиться со своими сильными сторонами, да, а дальше нужно сформировать УТП. УТП я формирую по смарту, то есть должна быть конкретика, должно быть ограничено по времени, то есть определенный тайм-баун, да, так называемый, оцифровка цели, инструменты, за счет которых ты их достигнешь, и мотивация. Пример, скажем, я гуру таргета, приведу тебе за месяц 1500 заявок в свой бизнес по 30-50 рублей, за счет чего ты там, не знаю, снизишь косты в маркетинге, все, это конкретный оффер, понятно, да, четкий, при этом можно еще уточнить, в какой нише, то есть именно в нише ресторанов, все, то есть здесь четкая отстройка, четкое обещание, да, и человеку, потенциальным клиентам сразу понятно, надо или не надо. Ну да, результат сразу виден, работа, да, я вот тоже согласна, то есть когда, например, копирайтеры приходят к клиенту и предлагают свои услуги или у себя в шапке профиля тоже, примерно то же самое нужно писать, ну и самое главное, тоже рекомендую отстроиться за счет ниши, потому что если вы специалист уже в какой-то сфере, да, вы уже об этом много текстов написали, может у вас даже образование есть в этой сфере или опыт работы, это, конечно, здорово, это большая отстройка для новичков в том числе, так что мне делать, чтобы стать профи в инста, ну, нужно учиться, вот я за то, чтобы учиться и на курсах, и на конкретных кейсах, то есть взять себе какой-то проект в работу, да, в той сфере, в которой хочется развиваться, в которой хочется больше читать, вот, и на эту тему больше искать клиентов, вот, ну и кейсы формировать свои. А вот, кстати, а как ты рекомендуешь делать, например, резюме и портфолио? Слушай, я на самом деле в своем инстаграме рассказал свою историю, там у меня несколько видео есть, и я везде говорю то, что я начинал, когда я придумал свое резюме, то есть я просто прошелся по друзьям, сказал, типа, можно ли, типа, придумать то, что я, типа, с вами работал, потому что, естественно, меня бы никто не взял, это нормально. Вот, поэтому я, свое первое резюме я придумал, я нашел первых клиентов, потому что я был наглый, я и сейчас наглый, да, как бы уверенный в себе, и мне это помогло, мне это помогло найти первых крупных клиентов, соответственно, дальше, за счет того, что я набирал быстро опыта, я закрепился. Именно так, не надо стесняться, да, да, где-то вы можете ошибиться, да, вам не поверят, но лучше так, нежели стесняться, сидеть и чего бояться. Ну, вот стеснительность, это, конечно, большой порог фрилансеров, потому что, на самом деле, вот у меня даже выпускники, которые, ну, вот есть, например, филологи, да, есть журналисты с опытом, но они вот, ну, какие-то стеснительные именно в онлайне, вот, и они меньше достигают за короткий срок, чем, например, те, кто только-только начинает в этой сфере развиваться, пишет с ошибками, может быть, да, но в себе уверен. Вот, так что, да, наглость, но не наглость, даже в хорошем смысле, наглость, это, конечно, плюс для любого фрилансера, тут согласна. Я, кстати, читала, вот твоя история мне напомнила байку про Артемия Лебедева, который сначала сочинил просто тоже свое портфолио, просто придумал какие-то бренды и для них сделал там визуал, да, для разных, ну, там, визитки и все прочее, да, вот, а потом уже просто, когда у него появлялись реальные клиенты, заменял нереальных на реальные кейсы. Вот, так что тоже как вариант, можно точно так же и копирайтерам составить какие-то тексты, просто на примере придуманных брендов, в этом тоже нет ничего страшного, ну, или на бирже, опять же, пойти, да, и какие-то заказы там дешевенькие взять, тоже один из вариантов, мне кажется. По сути, то, что я заметил, люди работают с людьми, а не с опытом кейсами, то есть, если, скажем, вот, если, скажем, вот ко мне вначале приходили клиенты, они приходили на Макса Белорусова, а не на мой опыт, на моей кейсе, потому что тут важна именно химическая реакция, то есть, нравится тебе, в принципе, человек, потому что тебе же с человеком работать, правильно? Да, да, да. Плюс-минус, все одинаково предлагают, то есть, плюс-минус, везде одни и те же офферы, за одну и ту же цену, соответственно, люди здесь выбирают именно человека, поэтому, если вы понравитесь как личность, как человек, а если вы еще уверены в себе, ну, представьте себе, вы придете к доктору, который не уверен в том, что он хорошо вам делает операцию, вы пойдете к такому доктору, нет, соответственно, нужно показывать именно уверенность. Да, 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 я согласна. Так спрашивают, есть узкое направление во фрилансе, и какое направление легче всего взять? Ну, можно просто определиться, в первую очередь, с профессией, да, которая интересна, ну, может быть, там, копирайтинг, или маркетинг, или продвижение, да, там, может быть, контекстная или таргетированная реклама, и так далее, может, настройка SEO, например, да, как вариант. Вот, то, что вам откликается, в этой ИКП, копать, да, выбрать какую-то сферу, именно внутри профессии, какую-то тему, может быть, да, узкую, то есть максимально сузиться, да, я вот за это тоже выступаю, например, у вас есть медицинское образование, да, вы можете, допустим, писать тексты на медицинскую тему, достаточно профессионально уже, да, то есть вы этим самым отстройтесь вот, от копирайтеров с опытом, которые пишут обо всем, например, вот у меня журналистское образование, да, у меня нет каких-то больших, глубоких знаний, там, по медицине, например, вот, и вы в этом плане, даже новичок, будете превосходить меня с 13-летним опытом работы, вот, так что сужаться можно за счет сферы. Так, хороший вопрос про поиск копирайтера у клиентов, что посоветует, да? Ну, вот у меня есть, например, такая бесплатная совершенно функция, да, можно оставить у меня заявку на поиск копирайтера, я рассылаю по всем своим выпускникам, вы выбираете из тех, кто откликается именно на вашу вакансию, человека по своим каким-то критериям. Вот, у меня есть сайт синюкова.ру, там есть подбор кадров, можно там оставить, ну, можно мне в директ написать, как вариант. То есть, получается, совет такой, то есть, найти блогера, у которого есть аудитория, либо копирайтеров, либо людей, которые интересуются копирайтером. Да, можно, опять же, да, 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 можно обращаться вот к тем, кто обучает копирайтингу, можно, очень много есть каналов в Телеграме по фрилансу, прям можно просто там вбить, да, фриланс или удаленка, удаленная работа, разные ключевые слова, вам большое количество вот этих вот каналов выйдет. Плюс есть ВКонтакте очень много групп, в Фейсбуке есть группа по фрилансу, и оставлять просто там заявки, они будут рассылать по своим базам, то есть выставлять просто в свои каналы, вот, и вам просто останется на самом деле отвечать на вот эти вот ответы, которые вам приходят. Так что такой, да, способ нехитрый. Есть еще кадровое агентство, можно в кадровое агентство обратиться, вот, по подбору кадров. Я хотел поделиться лайфхаком тоже, как искать клиентов. Вот, скажем, первых клиентов крупных, я нашел, тоже об этом рассказывал. Опять же, через, как ты сказала, через кадровое агентство, но там я просто подружился с девочкой, которая там работала, которая, то есть, получается, решала, какого маркетолога кому посоветовать, какую компанию. Я с ней подружился, и я просто давал ей процент с каждого проекта, который она мне дает. Соответственно, у меня была мотивация меня именно советовать, а не другого маркетолога. Также можете договориться, соответственно, с такими же кадровыми агентствами, то на позиции на копирайтерах. Ага, ну, фишка, кстати, да, прикольно. Так, расскажите, расскажите, так, скажите еще, пожалуйста, многие копирайтеры ведут страницы, личные магазины и так далее. Да, конечно, то есть, можно и просто в Инстаграме вбить копирайтер, по хэштегам посмотреть, по страницам, которые выходят в поиски Инстаграма, и посмотреть просто, что они пишут даже в своих социальных сетях, потому что многие все-таки уже сейчас понимают, специалисты, что нужно свой личный бренд тоже выстраивать, да, и опять же, это совет фрилансерам, нужно ввести свои личные страницы, не понимаете, в штыки ездите, да, раз в год, а все-таки побольше, да, тоже поиска, приходится работать над этим, да, вас клиенты будут сами находить, фрилансом. А, извини, пожалуйста, меня просто здесь названивали, вот, так, ты пропала, наверное, да, потому что я же их перевел. Не знаю, вроде я здесь, напишите, слышно, видно, все ли в порядке. Прошу прощения. Ага. Так, какие еще советы ты дашь нашим зрителям по копирайтингу, то есть, вот, и я думаю, что уже будем заканчивать, чтобы, ну, не перегрузить людей, вот. Да, конечно, я согласна. Ну, вот, просто подытожим, да, что самое главное, нужно в первую очередь понимать, для кого мы пишем, то есть целевую аудиторию обозначать не просто так, вот, да, моя аудитория, женщина от 25 до 35 лет из крупных городов России, важно понимать все-таки, какую задачу клиентов мы будем решать, чем мы можем быть полезны этим людям, вот, и рассказывать об этом для конкретной узкой аудитории. Потом важно отстроиться от конкурентов, объяснить своим подписчикам или подписчикам своего клиента, почему именно к вам нужно обращаться, да, именно к этому бренду, какие конкурентные преимущества и в продукте, может быть, и в отношении к клиентам, и, ну, вообще, да, просто о том, почему вы. Вот, может быть, цифры есть какие-то показательные, может быть, вы уже сколько-то лет на рынке, может быть, у вас какая-то огромная география, куда вы свои товары поставляете, да, то есть все, все самое важное и сочное нужно вынести в шапку профиля и в свои посты продающие и так называемые репутационные тексты, да, которые о вас, как о бренде, будут говорить. Это важно и для личных страниц и для страниц брендов. Ну, и потом важно все-таки говорить на простом человеческом языке, не корпоративным тоном, который, может быть, для пресс-релизов еще и ничего, да, а вот для социальных сетей уже никуда не уместен совершенно. вот, то есть нужно... Близок народа, короче. Близок народа. Конечно, да, чем проще, тем лучше, чтобы даже школьник мог понять ваш текст. Это, кстати говоря, отличает профессионалов. Не профессионалы пишут там, используя какие-то аббревиатуры, сложные слова, а вот профессионалы, они максимально упрощают. Супер. И еще раз, литература, которую ты рекомендуешь людям почитать на эту тему. Да, Нора Галь, слово живое и мертвое обязательно. Потом посмотрите «Взрыв креатива». Я вот сейчас тоже читаю очень классная книжка про это мифовское издание, как можно формировать именно креативное мышление в себе, да, то есть не просто писать то же самое, что и пишут все остальные, да, а как все-таки креативить. С этим большие проблемы есть у копирайтеров, ну и вообще у всех, кто пишет для социальных сетей в том числе. Я даже думаю, кстати, сделать такой отдельный урок в свои курсы, как развивать творческое мышление. И вот эта книжка, она тоже туда среди прочей литературы войдет. Вот, потом можно посмотреть сайт texterra.ru. Там очень хорошие тоже есть советы по маркетингу в Инстаграме, вообще в социальных сетях, во всех. Потом про имейл-маркетинг очень хорошо там тоже пишут статьи про сайты тоже. то есть очень много есть советов для копирайтеров на этом сайте. Он специально вот для копирайтеров существует. Можно на рассылку на их полезную подписаться. Вот, это то, что в первую очередь рекомендую. и потом посмотреть просто, что миф выпускает про литературу. Там очень много, кстати говоря, тоже книг есть про работу со словом. Вот, там Энли Мотт, кажется, так автора зовут. У нее тоже очень хорошая книжка про именно язык. то есть как писать интересно. Так что советую. Это мифовское тоже издание. Расскажи тоже, что ты советуешь по маркетингу почитать? Я бы посоветовал почитать «Пиши, сокращай», конечно, потому что, ну это как-то... Я даже уже не рекомендую это, потому что это все знают. И я посоветую вот это. НЛП, почему? Потому что... А, ну кстати, да-да-да, хорошая тема. Почему? Потому что текст, по сути, за счет текста мы же можем влиять на состояние человека. То есть если я сейчас вам скажу, представьте лимон, положите его на язык, у вас начнется слюноотделение. Соответственно, мозг, он не отличает, что происходит в реальности, что мы выдумываем. Вот именно поэтому все вот эти аффирмации, вот это все, оно работает хорошо, когда мы настраиваем себя. Соответственно, я советую разобраться в НЛП, психолингвистике и научиться прогонять человека за счет текста по всем эмоциям. При этом еще по всем чувствам. То есть зрительно, аудио и кинестетика, да? Я, кстати, об этом тоже всегда говорю, да-да-да, ты прям, да, с языка снял. Если вкратце, это получается, я это называю эмоциональные качели и максимальное вовлечение, 4D. То есть, когда вы пишете текст, вы можете писать, типа, вот я иду, я споткнулся, мне стало больно, я услышал, что меня позвали сзади, я оглянулся, посмотрел. То есть, получается, вы всю информацию, вы там, то есть, это максимальное вовлечение для человека, потому что некоторые они аудиалы, некоторые они визуалы, некоторые они инистеты, соответственно, вы должны пройтись по всем, по всему спектру эмоций, по всему спектру состояния человека, и именно тогда он будет сильнее в обликации, это называется премиум еще, то есть, как бы, а получается, вы сажаете вашего читателя в предлагаемое обстоятельство, да, вот, я вот это бы порекомендовал. Да, я, кстати говоря, это советую не только текстом делать, несмотря на то, что я копирайтер, я за то, чтобы и визуально тоже воздействовать на аудиторию, то есть, например, и видео снимать, для кинестетиков, например, можно показать там, если шелковое платье вы продаете, как вы его гладите, например, да, как вы его трогаете, чтобы можно было практически почувствовать это, если, например, что-то вкусненькое продаете, тортики готовите, можно показать, как вы разрезаете этот тортик, да, хруст, может быть, какой-то, если вафелька внутри, да, или как растекается шоколад, чтобы вот кинестетике это тоже почувствовали практически своим носом и языком, да, то есть я тоже за это, но всеми средствами, не только текстами. Спасибо тебе за прямой учебник, было очень полезно. Да, и тебе тоже, да, спасибо. Да, будем на связи, пока.